Дорожная комиссия приняла у подрядчиков улицу Московскую. За строительством следят, но признают, что проблем это не решает. Городские чиновники проверили ход строительства нового детского сада в чистых прудах. Кировская область вошла в пятерку регионов с самым большим количеством случаев жестокого обращения с детьми. Подробнее об этом и не только в рубрике «Короткой строкой». Жительница Пижанского района вырастила на своем огороде почти 200 кустов мака и теперь будет отвечать за это по всей строгости закона. Дело бывшего главного гаишника Кировской области начали рассматривать в суде набережных Челнов. По версии следствия на Камазах преступная группа наварилась на несколько сотен миллионов рублей. О событиях в среды 14 августа расскажет информационный канал «Город» в студии Ксения Никишова. Здравствуйте. Приняли, закрыв глаза на все нарушения и замечания. Сегодня дорожная комиссия проверила, как отремонтирована улица Московская. Дорога, на которую было потрачено почти 100 миллионов рублей, собрала много замечаний как от водителей, так и от журналистов. А вот у чиновников, дорожников и подрядчиков, которые выполняли работы претензий, совсем не оказалось. Все подробности у Артема Миронова. На приемку двухкилометрового участка улицы Московской собралась большая комиссия из чиновников, дорожников и руководства подрядной организации, которая выполняла ремонт. Дорога, на которую было потрачено почти 100 миллионов рублей, оказалась засыпана песком и мусором. Впрочем, такие замечания журналистов, замначальника управления дорожной и парковой инфраструктуры Марину Барамино, только позабавили. После замеров уклона и ровности асфальта стало ясно, что больше видимых замечаний на участке от студенческого проезда до производственной нет. Но у автомобилистов, которые ездят по всей улице Московской, вопросы все же возникли. Например, почему подрядчики только выборочно заасфальтировали парковки вдоль дороги. На перекрестке с улицей Горького жесткий стык старой стоянки и новой дороги явно не устраивает водителей. Очень плохо, потому что выезжать неудобно, не заботятся о водителях. Надо как-то устранить, постараться. Впрочем, представители управления дорожной и парковой инфраструктуры замечания автомобилистов не волнуют. Марина Бармина говорит, асфальтировать эту парковку и многие другие прилегающие к дороге стоянки и забота дорожных подрядчиков. Есть парковки, которые относятся к муниципальной собственности, есть парковки гостевые, которые у нас относятся к торговым центрам. Соответственно, по кадастровым участкам эта парковка относится как раз к торговому центру. Соответственно, мы не можем выполнять работы на частных парковках. Претензии к подрядчикам есть и у пешеходов. Больной темой для маломобильных людей и мам с колясками стали непроходимые бордюры. Несмотря на замечания общественников, на улице Московской прямо под окнами правительства ошибки так и не исправили. А вот на Ломоносова, которую недавно не приняли из-за высоких бордюров, подрядчики потрудились. Просто убрали один бордюр и оставили узкий проход, где в притирку пролазит детская коляска. Впрочем, в подрядной организации видят другую картину. Согласно всем нормам и требованиям по безбарьированной среде, бортовой камень сейчас в местах пешеходных переходов не превышает двух сантиметров. То есть эта работа ведется постоянно на контроле. Несмотря на все замечания, улицу Московскую сегодня приняли в эксплуатацию. То есть исправлять свои ошибки подрядчики там не будут. Если такая приемка будет проходить и на остальных 11 дорогах, которые еще должны отремонтировать, то уложиться в сроки подрядчикам не составит никакого труда. Артем Миронов, Александр Марченко, информационный канал «Город». За строительством следят, но признают, что проблем это не решает. Городские чиновники осмотрели строящийся детский сад в чистых прудах и рассказали, что думают о многотысячных очередях за путевками. Напомним, без мест в садиках в этом году остались больше трех тысяч детей. Недовольным родителям остается только надеяться на высокие темпы строительства новых дошкольных учреждений. Детский сад в чистых прудах, например, должен быть построен до конца года. Фундаменты два этажа нового садика уже готовы. Строителям предстоит провести коммуникации, установить бассейн и выполнить отделку помещений. Сжатые сроки специалистов не смущают. В марте следующего года этот садик должен принять 260 детей. Спуском каждого объекта очередь изменяется, но каждый объект, эта очередь, по сути дела, на немного, но снижает. Мы, к сожалению, не можем от так. Тысяча была, опять построили, всю эту очередь ликвидировали. Это просто невозможно. Ну, это, наверное, и правильно. Представители город-администрации говорят, что в этом году в Кирове будет построено шесть новых детских садов. Правда, заработают они только в 2020 году. Все они смогут сократить очередь за путевками примерно наполовину. Ко всему ведется работа по созданию дополнительных групп в уже существующих садиках. Пристроить чиновники планируют еще 600 детей до конца года. На Октябрьском проспекте сделают полосу для движения общественного транспорта. Прокуратура наказала мусорщиков за нарушения в работе, а Кировская область вошла в пятерку регионов с самым большим количеством случаев жестокого обращения с детьми. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. На Октябрьском проспекте появятся специальные полосы для общественного транспорта. Речь идет об участке от Комсомольской до Карла Маркса. Чиновники уже ищут исполнителя работ и готовы заплатить ему за это больше 8 миллионов рублей. К слову, ранее городские чиновники уже хотели модернизировать движение транспорта в Кирове, в том числе оборудовать полосы для автобусов и троллейбусов. Даже нашли рязанского подрядчика, но что-то пошло не так. Прокуратура внесла представление директору мусорной компании Куприт. В ведомстве выяснили, что контейнерные площадки в Слободеталице рядом с Порошино расположены за километр от жилых домов. Хотя по требованиям Санпина это расстояние не должно превышать 100 метров. Прокуроры сообщили, что из-за таких нарушений услуга по вывозу мусора по факту не оказывалась. При этом плату за нее с людей брали каждый месяц. Автоинспекторы проведут рейд по пешеходным переходам. В ГИБДД говорят, что за 7 месяцев этого года под колеса автомобилей попали 82 человека. Один из них погиб. Из-за неутешительной статистики инспекторы решили провести специализированный рейд. Собираются напомнить пешеходам и водителям о том, что правила нужно соблюдать. Проверки начнутся 15 августа. Кировская область вошла в пятерку регионов с самым большим количеством случаев жестокого обращения с детьми. Например, в прошлом году в регионе было зафиксировано 46 таких фактов. Лидируя в антирейтинге Росстата Пермский край, там было зарегистрировано 159 случаев жестокого обращения с детьми. Следом идут Архангельская область и Краснодарский край. Добавим, что к жестокому обращению с детьми относятся умышленные или неосторожные обращения, а также действия или бездействия взрослых, которые привели к травмам или смерти ребенка. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Жительница Пижанского района вырастила на своем огороде почти 200 кустов мака и теперь будет отвечать за это по всей строгости закона. Дело бывшего главного гаишника Кировской области начали рассматривать в суде набережных Челнов. По версии следствия, на КамАЗах преступная группа наварилась на несколько сотен миллионов рублей. Молочная ярмарка, забеги с бидонами и большая делегация российских и зарубежных производителей молока. В выходные в Кирове впервые пройдет автопробег «Дорога молоку». Эти и другие новости через несколько минут. Вы смотрите информационный канал «Город». Мы продолжаем. Жительница Пижанского района вырастила на своем огороде почти 200 кустов мака. Экспертиза показала, что в этих растениях содержится наркотик. Подробности в рубрике «Место происшествия». Как рассказали в ОМВД, количество изъятого мака считается крупным размером. В отношении хозяйки приусадебного участка возбудили уголовное дело. Проводится расследование. Рейды полицейских проходят в рамках операции «Мак». Всего на территории Кировской области вынесено с Тульса два предписания землепользователям, на участках которых выявлены очаги декорастущих, прорастающих наркотикосодержащих растений. По трем фактам составлены административные протоколы за непринятие мер по уничтожению. О фактах незаконного оборота наркотиков и о местах произрастания наркосодержащих растений можно сообщить по телефону на экране. На улице Ленина росгвардейцы хотели задержать 23-летнего пешехода за мелкое хулиганство, но тот оказал сопротивление. На повторе видно, как молодой человек ударил стража порядка по шлему. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Весьма расстроил свою супругу водитель Калина на улице проезжей. Молодой человек устроил пьяное ДТП, он вредился Митсубиси и разбил автомобиль любимой женщины. В итоге, помимо наказания за нетрезвую езду, виновник был обречен на крупный семейный скандал. За вождение бесправ в пьяном виде водителю грозит, 10 суток ареста. Ко всему прочему, виновнику теперь нужно будет решать, где взять деньги. Судя по повреждениям, обоим водителям предстоит недешевый ремонт. Дело бывшего главного гаишника Кировской области начали рассматривать в суде набережных Челнов. По версии следствия, на КамАЗах преступная группа наварилась на сотни миллионов рублей. Одного из главных фигурантов, Александра Плотникова, обвиняют сразу по нескольким статьям. Среди них организация преступного сообщества, превышение должностных полномочий, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Кроме бывшего начальника ГИБДД Кировской области, среди фигурантов числятся двое его подчиненных. По версии прокуроров, мужчины занимались перепродажей КамАЗов. Практически за бесценок покупали неликвидные машины по экологическим параметрам, а затем меняли в паспортах экологический класс с запрещенного второго на разрешенный четвертый. По версии следствия, схема с корректировкой документов работала 3-4 года. За это время мошенникам удалось перепродать почти 300 грузовиков и обмануть своих клиентов на 837 миллионов рублей. Пока в набережных Челнах прошло два судебных заседания по этому делу. На первом адвокаты Плотникова просили перевести судебный процесс в Киров. На втором заседании допросили потерпевших по делу. Мы будем следить за развитием событий. Молочная ярмарка, забеги с бидонами и большая делегация российских и зарубежных производителей молока. В выходные в Кирове пройдет автопробег дорога молоку. Организаторы сегодня рассказали подробности, например, о том, что подобное в Кирове будет происходить впервые. Более того, Киров был выбран стартовой точкой на маршруте. Автопробег, который проходил во многих странах и перекочевал в Россию своеобразная тусовка молочников с ихстанком. Хочется поделиться успехами или выяснить, как успех обдавиваются другие. Кировская область в этом году выбрана стартовой точкой маршрута не случайно. Оказывается, есть много желающих узнать, как регион оказался в лидерах среди самых молочных регионов России при здешнем-то климате. На театральную площадь уже заявились приехать более 150 человек. На сегодняшний день зарегистрировалось 146 участников около 50 автомобилей, или мы их называем экипажей, которые будут стартовать с театральной площади. Конечно, не все 50 мы там выставим, кто как еще подъедет, потому что основной приезд это суббота-воскресенье. В Кирове участники пробудут два дня. По случаю автопробега производители молочной продукции устроят на театральной площади большую ярмарку своей продукции в воскресенье 18 августа. Там же организаторы призвали гостей участвовать в так называемых молочных забегах. 100 метровки на скорость с трехлитровыми бидонами молока в руках. В 14.00 начнутся старты для мужчин и женщин. Забег с бидонами молока планируется на расстоянии, на дистанцию 100 метров. Участвовать в нем могут как простые жители, так и представители бизнеса малого и среднего. Мы предлагаем для участников забега определенный благотворительный взнос. Все подробности будут в группе ВКонтакте. Сам автопробег стартует в Кирове 19 августа. Участникам покажут несколько молочных предприятий региона в областном центре, посегово и неме. После чего машины поедут в Ижевск, а завершится автопробег 24 августа в Уфе. Артем Панекаровских, Александр Марченко, информационный канал «Город». Такой была эта среда, 14 августа. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 47-33-02. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии для вас работала Ксения Никишова. Спасибо, что были с нами. Удачи вам и увидимся в городе.